Аналитика от Макси Форекс используется информационным агентством банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 21 марта и вы смотрите ежедневный обзор рынка от Макси Форекс. Доллар вновь получил поддержку на вчерашних торгах в Европе в связи с улучшением экономических перспектив в США, а также ростом доходности ценных бумаг американского казначейства. Это активизировало вялое коррекционное снижение евро-доллара. Под давлением продаж пара достигла на снижении минимальный дневной уровень 1.3172. Однако интерес к покупке единой валюты не угас. Довольно сильный спрос на евро в этой зоне позволил быкам возобновить восходящее движение валюты и даже протестировать новый дневной максимум на отметке 1.3251. Далее торговля продолжилась в узком боковом диапазоне, завершив американскую сессию вблизи достигнутого максимума. В нашем прогнозе на среду ожидаем новый подъем курса единой европейской валюты к целевым уровням 1.3264, 1.3291, 1.3321 и, возможно, к 1.3360. Далее ожидаем разворот и снижение пары в направлении 1.3216 и ниже. В ходе вчерашних торгов ценовая динамика пары фунт-доллар корректировала предыдущий подъем британской валюты. На фоне усиливающегося доллара и падения евро курс пары достиг на снижении зоны минимумов предыдущего дня, однако пробиться ниже уровня 1.5830 медведям не удалось. Усиление инфляции в стране на фоне роста индексов потребительских и розничных цен вызвало новый подъем курса британской валюты. Тем не менее, активность быков продолжалась недолго. Публикация данных по промышленным заказам, продемонстрировавшим снижение показателей, остановила подъем и от уровня 1.5887 откатила валюту назад в середину дневного диапазона. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем попытку пары протестировать на пробой уровень предыдущего максимума 1.5913, а затем и 1.5936. Однако, если преодолеть уровень 1.5913 не удастся, пара развернется на снижение к целевым уровням 1.5861, 1.5837, 1.5798 и, возможно, к 1.5773. В условиях новой экономической реальности, когда общее укрепление экономики, рост рынков акций и фондовых индексов сопровождается усилением доллара, покупать драгоценные металлы на их нынешних уровнях становится экономически невыгодно. В связи с этим инвесторы все чаще выбирают в качестве средства инвестирования американскую валюту. Вчерашние торги вновь подтвердили это. Драгоценные металлы, которые вот уже почти неделю не выходят из бокового тренда, возобновили снижение. Курс золота на Комекс, подразделение Нью-Йоркской товарной биржи, снизился на 24 доллара до минимального уровня 1.641.41, а котировки по серебру протестировали уровень 32.28, потеряв на снижении 1.15. Таким образом, официальные цены за тройскую унцию драгоценных металлов на закрытии торгов во вторник составили 1.650.51 по золоту и 32.14 по серебру. В экономическом календаре среды Япония представит индекс деловой активности во всех отраслях экономики. Великобритания опубликует протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике, объем заемных средств для финансирования государственного сектора, а также годовой бюджет. В статистике из США выйдут данные по объему продаж жилья на вторичном рынке недвижимости, а также запасы бензина и сырой нефти от Министерства энергетики. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Аналитика от Maxiforex используется информационным агентством банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка.